Где ты сейчас находишься? А сейчас где? В супермаркете? А почему так тихо? А почему вокруг нет никаких голосов? А ну дай трубочку, пожалуйста, кассиршу. Пусть она скажет, где ты находишься. Каждый раз он одонимал. Это был цирк. Нельзя себе представить. Это не один единственный он был. У других просто опустились руки уже даже. В еврейской семье такого нет. А еврейская жена? Еврейская жена не боится, что ее муж идет секретаршей. Молодой. В еврейской семье мужчине запрещено смотреть на других женщин. Знаете, я однажды давал это занятие. Сидел мужчина. Спал. Не хотел слушаться. В этом месте он проснулся. Чего? Не смотреть на других жен? Да это как перестать жить. Вы слышите? Вот жизнь. То есть, по-видимому, надо решить. Или счастье в доме. Или жизнь, да самая, но вне дома. А в еврейской семье у нас не принято. Еврейский муж не смотрит на чужих женщин. Это только один патент. Второе. У евреев есть особое отношение между супругами. Называется оно Таарата Мишпаха. Чистота семейной жизни. Знаете, во всем мире занимаются социо-психологическими исследованиями, разбираются и анализируют, почему ослабли семейные связи. Один из выводов, что отчуждение, неприязнь, браки, они вызваны чрезмерной близостью. Интересно, что у нас в Талмуде за тысячелетия до этих исследований утверждается, что отношения с женой не должны стать слишком привычными для мужчин, чтобы он не охладел к своей жене. Поэтому повелевается то, что в принципе каждый семей это знает, и может быть не место тут об этом говорить, но я надеюсь о том, что при других обстоятельствах все могут это выяснить. И вот это самое, что повелевается им, позволяет сохранить свежесть интимных отношений, как будто это было бы в первый день свадьбы. Итак, все сказанное и многое другое позволяет изначально создать по-настоящему счастливую, гармоничную, любящую семью. Но вы можете спросить, а что делать тем, которые не выросли в еврейской среде, и которые, знаете, не помоложе, а которые со стажем, ну так, начиная с 17 лет, и выше, до 70-80. Что делать тем, которые тащат за собой тяжелый груз прошедшей жизни, вечных ассоциаций, пережитого и нафантазированного опыта? Ведь хочется влюбиться и быть любимым, да еще с первого взгляда. Все помнят то приятное ощущение любви, а тут встретились, еще раз, еще раз, не то, не сё. С другим то же самое. Все ждем влюбленности, перебираем. Прошел год, прошел два, десять, двадцать, не приходится. И не придет, так же, как не вернутся в 16 лет, так и не придет эта любовь. Ай, вы спросите, есть ли исключения есть, но они же только подтверждают правила. А тем временем, сколько трагедий из-за этого, сколько разбитых судеб. А как должно быть? Два немолодых человека встретились с опытом. Первым делом проверяются. Он. Она его отталкивает? Нет. Она по отношению к нему, он вас отталкивает? Тоже нет. Очень хорошо. Это уже повод для второй встречи. И тут очень важно перебороть стереотипы, установленные в прошлом. Без ложных ассоциаций. Вечно кто-то кого-то напоминает. У него не то имя. И не так голос его звучит. Без списка требований. Каков он должен быть? Такой, сакой. По-простому. Отталкивает Алюнию. Не отталкивает? Вторая встреча. А на ней. И далее. Что? Проверяет, если, как тут говорят, химия. Что это значит? Симпатия. Знаете, интересно быть вместе. Сходные взгляды. И тогда что скажут? Знаете, вот все подходит, но любви пылкой не чувствую. Не чувствую любви. Что-то не то. Не страшно. Не сейчас. Оно придет после свадьбы, если только усвоят все, о чем мы говорили. Что любовь приобретается, она строится постепенно. И тогда даже в 60 лет можно при желании построить настоящую счастливую семью. Итак, повторим еще раз. Любовь, цель ее, сливание в единое целое. Проявляя доброту и окружая заботой, мы развиваем свою любовь и передаем это чувство другому. А для тех, кому кажется, что его часть, она в этом деле была побольше, более существенна. То есть он выложился, а супруг нет. Тем не менее, рецепт тот же. Терпеливо продолжать. И со временем такие отношения станут взаимными. Однажды, когда я давал это занятие, то обратил внимание, что у части слушательниц как-то лица постепенно меняются. Грустнею так, пока у части из них не стали каменными. И одна из них мне говорит. Знаете, мне после вашего семейного счастья не то, что замуж. Да в чем мне такая любовь? А вторая говорит, так и знала. Так и знала, не по любви, а? На каторгах. Смириться с судьбой. Привыкнуть, обстирывать, кормить. Все ему давай, давай. Ужас какой. У нас разгорелся диалог. Но прежде чем мы перейдем к деталям этого диалога, попробую сделать краткое вступление. Видите, вся предлагаемая вам концепция любви по еврейски настолько неожиданна, настолько не находится в противоречии с привычными представлениями, настолько на первый взгляд не соответствует реальности и вызывает так много вопросов, что необходимо дать более подробное объяснение. Вначале начертим коротко общую схему, а потом подробно разберем ее на примере шаг за шагом. Но только две оговорки в начале. Мы разберем пример жены по отношению к мужу, но то же самое вернее наоборот, мужу по отношению к жене. И второе. Предлагаемая схема, она для худшего варианта. Когда после свадьбы выясняется, что никакой любви вовсе нет. И тогда стоит вопрос, что делать, как ее добиться. А отсюда, когда у нас будет более лучший вариант, то все будет гораздо проще. И так, в начале совместной жизни нет любви. Вы начинаете ее строить, вкладывая себя в него, то есть ухаживая за мужем, как преданная жена. И два условия этим стараниям. Первое. Не ждать от него чего-либо взамен. Второе. Делать это с искусственной любовью, как актриса. И если это действительно будет соблюдено со всеми деталями, то через несколько лет, как ни странно, вы его полюбите. А если полюбите, то знаете, что свойства любви не замечают недостатки. У вашего мужа исчезнут недостатки. И так вы его полюбили, а он вас. Конечно же, есть исключение из правил. Но, как правило, даже не совсем чувствительный муж, окруженный и окутанный искренней заботой и любовью, неизбежно с течением времени вернет вам свою заботу и любовью. А если у вас есть ощущение, что все это чисто теория, то будьте честны сами с собой. Припомните те редкие примеры из жизни, когда после долгих, сердечных и искренних усилий со стороны нелюбимой девушки, с прошествием времени юноша осознавал, что она на самом деле самый преданный друг. И на самом деле она очень милая и симпатична. И вообще, как я раньше не замечал. Ну, давайте теперь вернемся к нашему подробному диалогу, где разберем по этапу на три сцены. В начале занятия одна из присутствующих пожаловалась о том, что у нее есть разногласия с мужем. Ругается. Я ее спросил, почему? Она говорит, никак не приучу его мусор выбрасывать. Теперь этот случай мне оказался кстати. И я попросил всех присутствующих взять это в качестве примера. Ну, давайте проанализируем вот эту ситуацию шаг за шагом. Итак, после очередного раза, попросив мужа вынести мусор, и не дождавшись этого, вы проглотите слезу и вспомните лекцию нашу, и решите не устраивать ему скандала. И как мы вам рекомендовали вложить всю себя в мужа. Другими простыми словами. Самой вынести мусор.